Утро 1, мы на месте. Тендан за роботом вручили рвет усколок в Уэлсен. Из-за принят, уезжаем. Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 11 мая в микрорайоне Курсей возле остановки Алтендан. Через дорогу пытались перебежать дети. Водитель патрульной машины резко вырулил на обочину и врезался в фундамент строящегося дома. Удар был такой силы, что сотрудники полиции оказались зажатыми внутри автомобиля. Их госпитализировали. От сильного удара пострадали полицейские, находившиеся в патрульной машине. Им оказали медицинскую помощь. По словам местных жителей, пешеходный переход не соответствует техническим нормам безопасности дорожного движения. Здесь нет дорожной разметки, отсутствуют светофоры. Другое ДТП произошло на пересечении улиц Ташенова и Турекулова. Здесь столкнулись пять автомобилей. Лада, ВАЗ-2115, Хёндай Таксон, Тойота Прадо и Шевроле. В аварии пострадали три человека. Двум оказали медицинскую помощь на месте. Одного госпитализировали. По словам очевидцев, виновником аварии стал водитель Шевроле. Так ли это, предстоит выяснить дознавателям. Здесь столкнулись пять машин. В той стороне еще две стоят. Виноват, возможно, водитель на белой машине. Он выехал на встречную полосу движения. Героин в особо крупном размере нашли полицейские у жителей Шимкента. В ходе рейдовых мероприятий в вечернее время подозрение полицейских вызвал мужчина, находившийся внутри заброшенного здания на территории Янбекшинского района. Заметив приближение стражи порядком, поспешил покинуть строение, но был задержан. При проверке сотрудники полиции обнаружили в его сумке четыре полиэтиленовых пакета с наркотическими веществами, в одном из которых находилось 49 расфасованных свертков с разовой дозой порошка. Обыск провели в квартире подозреваемого. Там у 49-летнего горожанина изъяты два пластиковых контейнера и один пакетик с порошкообразным наркотическим веществом, а также настольные весы для их расфасовки. Согласно заключению экспертизы, изъятые наркотики являются героином, общим весом свыше 70 грамм и марихуаной. Факт зарегистрировали по статье «Незаконное изготовление и переработка, приобретение, хранение и перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыта наркотических средств». Подозреваемого взяли под стражу. Выяснилось, что он был ранее судим за аналогичное преступление. 11 мая на перегоне Эгелек в Абайском районе Шинкента на участке железной дороги произошел сход 18 грузовых вагонов. 17 из них опрокинулись на бок. В результате схода вагонов повреждены 11 опор линии электропередач и частично железнодорожное полотно. Пострадавших нет. Сейчас поезда курсируют по расписанию. Причина схода вагонов и ущерб устанавливается. Причина схода вагонов и ущерб устанавливается.